Открытие мечети в горном ауле Хайбах началось с прочтения Мавлида. Она расположена неподалеку от старого кладбища, где она и была построена впервые в далекие времена местными жителями. Несмотря на тотальные разрушения, произошедшие в высокогорном селе Хайбах, стены этой мечети выстояли перед жестким испытанием огнем и временем. И все же она подлежала реконструкции, поэтому можно заметить, где заканчивается старая кладка и начинается новая. На открытие мечети приехал и глава администрации Ачхоймартановского района Тимирлан Хучи. Вместе они прочитали в мечети первый намаз. Он не звучал здесь уже более полувека. Высокогорное село Хайбах известно печальными событиями 1944 года. Некогда мирная жизнь местных жителей, занимающихся в основном фермерством, была вероломно нарушена вторжением войск НКВД. Отпечаток тех событий отчетливо вырисовывается на нынешних руинах. Именно на этом кладбище собравшиеся провели масштабный субботник. Многие проявили желание принять участие в этом богоугодном деле. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы принять участие в открытии реконструированной мечети, вспомнить детские годы, проведенные в этих горах, приехали и очевидцы тех страшных событий Адама Магов и Адсалам Сасаев, уроженцы и жители села Хайбах. Тот злосчастный день Адаму было 14, а Адсаламу 11. Они помнят как черные дни, так и времена, не предвещавшие никакой беды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В том числе и конные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На месте, где было совершено зверское преступление, забравшее жизни более 700 человек, будет построен мемориальный комплекс память о его жителях. Амир Тазургав, Хусейн Мурдаханов, Мурат Бертаев, Вести, Чеченская Республика.